Евгений, помимо семинаров, тренингов, личных приемов, возможно, еще какие-то увлечения у вас есть? Да, есть такая область, которую я сейчас исследую активно, это область, связанная с созданием песен, клипов, то есть медиа-контента, что называют. У меня был такой пример очень яркий, у меня есть хорошие друзья Сколовы, Виталия и Наташа, и Наташа пишет удивительные совершенно тексты, и она написала песню, это было в 2013 году, по-моему. Эта песня называется «Многолика, дело, моя земля», совершенно невероятной красоты текст и музыка, и они ее спели, записали на студии, и когда я ее услышал, я понял, что к этой песне нужно обязательно сделать видеоряд, тогда песня раскроется во всей своей красоте. И мне было это интересно, я просто набрал очень много материала в интернете, где в хорошем качестве показывается вот это разнообразие вот тех прекрасных мест, которые есть на нашей планете, совершенно невероятные есть места, совершенно невероятные явления по красоте, по яркости. И я смонтировал клип, и так получилось, что он получился хорошим, интересным. И эта песня, вот сочетание с этим клипом, они именно показывают одну очень важную идею. Есть такое понимание, что все, что нас окружает, изначально эта энергия имеет божественное происхождение, все исходит от Бога, то есть нет ничего отличного от Бога, есть лишь многообразие энергии. Помните, энергии материальные, энергии духовные, энергия вот эти пранические, да, жизненные силы, энергии тонкие, психические, все многообразие энергии, но у энергии есть источник. То есть есть какой-то вот уровень мировоззрения, на котором мы понимаем, что Бог является источником всех энергий, да, и более того, Бог имеет личностную природу, да, на высоких уровнях сознания, человек начинает это осознавать, и у него есть определенные качества. И, говорится, одно из самых главных качеств Бога в том, что он невероятно прекрасен. Говорится, что он самый красивый, самое красивое живое существо, потому что он изначально совершенен, да, полное, целое, частью которого является душа. И вот эта вот красота Бога, говорится, что она отражается, лишь слабый отблеск, слабый отблеск красоты Бога проявляется в природе. Все, что мы можем видеть, самое красивое в этом мире, это искра его великолепия. И вот этот клип, он как раз очень ярко демонстрирует, то есть когда мы видим на самом деле, в каком удивительном месте, на какой удивительной планете мы живем, когда мы переживаем вот эту красоту, этот восторг, да, и когда мы делаем еще один шаг, когда мы понимаем, что это лишь отблеск, да, вот того духовного великолепия, то это, ну, что-то меняет в нашем сознании, но оно очищается, это определенное, можно сказать, что такого рода творчество, это из разряда духовной практики, когда мы просматриваем, что-то в нашем сердце шевелится, и мы чувствуем вот эту вот внутреннюю потенцию, да, вот эту силу, способность. А вы петь не планируете? У вас прекрасный тембр голоса. Петь, так как у меня отсутствует, есть, во-первых, такой мастер-класс, научись петь за час, и он просто позволяет человеку получить опыт, что пение это такой же естественный процесс, как дыхание, то есть вот мы дышим, точно так же естественно мы можем петь, поэтому петь могут все, и когда люди приходят, вначале говорят, нет, типа я не могу, у меня никогда не получится, очень быстро мы с этой иллюзией расстаемся, вот, и для меня пение, это пение, как способность выражать чувства. Поэтому, строго говоря, то есть, либо нужно хорошее музыкальное сопровождение, тогда я попадаю, потому что сам по себе у меня не абсолютный слух, но петь я люблю. И сейчас вот это вот, ну, сейчас я, есть один проект, он называется «Вернуться на солнце», и это песня или медитация, не знаю, как это назвать, можно сказать, что это песня, и эта песня, она воплощает вот эту идею о многообразии мировоззрений, которые мы можем смотреть, и выбираются четыре мировоззрения, а сама песня называется «Вернуться на солнце», ее припев звучит «Вернуться на солнце», «На родину света», определенный текст, и идея в том, что каждый раз этот припев звучит по-новому, по-разному, потому что он раскрывается в другом мировоззрении, например, первая часть звучит, что, ну, 70% уже в депрессии, мы говорили, да, и поэтому песня начинается, что вот настал очередной день, и я опять проснулся не в духе сегодня, в суматохе дел, забывая о настоящем, когда мне кажется, что у меня все есть, но постоянно чего-то не хватает, что-то очень важное, я забыл, что именно я ищу это, и снова не там, а где-то я слышал, что мое тело состоит из звездной пыли, на самом деле мы все родом со звезд, наша родина где-то там, и это чувство, что надо вернуться, но я не знаю куда, это как материалистическое мировоззрение, да, солнце – это просто огненный шар, вся материя была создана на звездах, да, мы родом со звезд, имеет, утверждение имеет смысл, но вернуться на солнце невозможно, это первый куплет. Второй куплет звучит, на самом деле счастье находится внутри тебя, ты ищешь его вовне, но если ты посмотришь внутрь, ты можешь почувствовать, что там есть что-то большее. Вчера у нас был семинар здесь в Киеве, и мы проводили одно упражнение, когда люди за 5-10 минут, они некоторые люди, у которых сознание более чистое, они способны пережить это состояние внутреннего счастья, все возрастающего, это наша природа, наша суть, это вот как есть солнце сияющее, и сияющее солнце в сердце – это счастье, состояние счастья, да, но есть облака, которые закрывают, и нам кажется, что свет рассеянный, или нам кажется, что вообще темно, облака – это вот эти негативные состояния, стыд, чувство вины, чувство гнева, желание эксплуатировать других, да, агрессия, горе – это то, что закрывает, и есть способ эти облака разгонять, и второй куплет звучит, когда-то ты был счастлив, под каким солнцем ты был счастлив, возможно, ты давно путешествуешь в этом мире, и родился на этой планете не первый раз, под каким солнцем ты был счастлив, и дается уже послание, что на самом деле ты нечто большее, да, может быть, ты какой-то звездный странник, и тогда припев звучит уже «вернуться на солнце», это вернуться в состояние вот вспомнить, что ты нечто большее, да, что есть что-то интересное еще в мире. И третье послание мировоззренческое, это уже такое, уже духовную природу имеет, оно звучит, на самом деле ты не это тело, на самом деле ты вечное духовное живое существо, ты душа, да, душа – это вот свет сознания, который льется из твоих глаз, это есть отблеск души, да, он отражается в глазах всего живого, на самом деле ты вечное, сияющее маленькое солнце, которое имеет духовную природу, счастье, совершенство, красоты, и «вернуться на солнце» означает вернуться к себе, это третье послание. И четвертое послание, последнее, это послание, которое утверждаешь, что на самом деле есть духовный мир, духовная реальность, есть Бог, да, и религия – это разные способы говорить о едином Боге, разные пути к Нему, и Бог – это духовное солнце, да, полное, целое, извечный, великий костер, искрой которого ты являешься, как его частичка, неотъемлемая, да, как маленькая клеточка, часть тела, точно так же я, как душа, сохраняя свою индивидуальную природу, являясь частью чего-то большего. И на самом деле вот оно, настоящее солнце, духовное солнце, да, предельное солнце, дальше его уже некуда идти. И «вернуться на солнце» означает вспомнить эти отношения и вернуться в них. И это такая песня, как четыре мировоззренческих послания, которые с каждым уровнем счастья высвобождаются все больше и больше. Но вы обещаете исполнить эту песню? Да, мы ее запишем, мы ее запишем. Здрасте. Субтитры добавил DimaTorzok